Доброе утро. Сегодня 12-е, 6-го. Как мы видим, шмели уже за работой. Я еще не работаю. Я сегодня просто иду по городу. Так получилось. Этой дорогой я когда-то ходил на завод коммунат на работу. 45-40 минут ходьбы. Помню дорогу зимой, когда кругом был лед. Но я дошел и работал. А сегодня я иду просто гулять. Получается, что груши все-таки есть. И грушевое варенье не такое плохое. Главное, чтобы была возможность купить груши или где-то собрать. Ну, а это вообще красиво. Наверное, вкусно. Вареники с вишнями. Это прелесть. Ну, история такая. В большом доме росла вишня. И мужчина никому не давал срывать эти вишни детям. Когда они поспевали, он собирал ведро вишен. Делал много-много вареников. И угощал детей варениками с вишнями. Это было здорово. Ну, а это все-таки, наверное, черешня. Я в них не разбираюсь. Ну, куда без котов. Котик. Лапка травмированная. Но он путешествует. Кто-то лазил, кто-то крыл, кто-то делал кирпичи. Круто. Ну, а это, по-моему, жесмин. Он потихоньку-потихоньку подал. Запах обалдеть. Это мы с вами прошли по промышленной улице. Звание было промышленное. Из крышечек просто, ну, интересно. Бабушка здесь потрудилась на славу. Снимо этого места пройти тоже было нельзя. Мы на месте. А, да, когда-то на этом месте был кинотеатр Южный. Теперь здесь церковь. В 68-м году Михаил Георгиевич вот где-то в этой на этом месте, естественно, внутри стоял за билетами на Фантомаса. Все-таки я взял билеты. Но рубашку мне порвали. Красиво, тихо и спокойно. Ну, а вот это школа, в которой мой папаша работал в 1955-м году художником. Передья из Коми СССР город Березники пропили в дрова достаточно много лет. Была она Калинина, а стала Святого Владимировска. Тоже неплохо. Да, вот это школа, в которой работал мой отец художником. Здесь неподалеку его был дом. Но потом его сказали ехай на 102-й километр. И они поехали. Я решил останавливаться только возле красивого. и включать камеру на красивом. Мне он нравится, этот Костик. Не знаю, как вам. Пройти мимо такой композиции было бы решено. Это над подъездом. Это очень удивительно. Но это пока еще не снесли. Руки еще не добрались до этого. Но я думаю, надеюсь, что не доберутся люди. как там пишут, помогли иностранцы. И они устроили эту революцию. Помощники у нас кругом. Я не знаю, как назвать эту страну. Если вы подберете название, можете написать в комментариях. Что я скажу? вся моя жизнь прошла в зубном кабинете. Так что мы идем к ним. вот так и меня когда-то носили в детстве и любил я брать вот эти штучки, клин от железной дороги. Это поселок Южный. Построенный или пески, наверное, так. Так будет правильнее. Ну, а это частные дома, в которые во время войны немцы не заходили. были землянки. Вот там. Да, завод как бы заканчивался, потом намыли пески и поставили корпуса. Это какой год? Это был 69. Я помню, ходил, вручал повестки. Я повестки вот там вручал. Я еще пацаном бегал, так там это самое. Были землянки. Потом застроили вообще такие места, было страшновато и ходить. Ну, я жалю, что немцы в 41-м году сюда не заходили. Но так не говорила бабушка здесь. Я знаю, что на южном рынке там был этот самый для пленных, для военно-пленных там был лагерь. Лагерь. Они сделали дорогу кирпичную. Там на моих глазах память маленькая. Там до 13-й школы сейчас сделали 20-й. Вот здесь что здесь баррикадная, что там бои проходили. Баррикадная это еще 2905-й год. да, да, и тут исторический район. Исторический, военно. Вообще старая часть города, это все, это ничего не было. Это были планы. Да, выходили на Закитню. Закитню, на Ковырси, Черноморка, Черноморка. А как вы еще Кобыть ? Кобыть вот это Кобыть. Вот вот так называли. Вот там коровы, вы помните, там коровы были? Ну, там не коровы даже были, там домик выпасные в луга были. Да. Они когда в весне шел большой водосброс, эти заливали луа. И вот эти вот самые дома, там Ялтинская улица будет крайняя. Там мои даже родственники, моего папы, двоюродного. Так это был самый крайний ряд. Это Кобыть ее. Кобыть это. А что это в переводе на украинский язык? Я знаю. Ну, это в просто народе. А там же было Закитня Черноморка. А канал сделали там с двух тоже озер. Грибной канал. Вы помните, как это делали? Конечно. Я еще занимался этим академической греблей. Вы помните? Да. Вы ездили с ним в Крым? Да. Вы ездили в Крым на велосипеде? Не на велосипеде. Вообще ездили. Ну, в походы мы ходили, а в Крым сам не ездил. Далеко родители не пускали. А-а-а. На лыжах я помню, вы должны были ездить вокруг стадиона? Нет. Тогда на стадион ходили мы на этот самый каток там был. Мы на каток ходили. Ну, это зимой. А это было великолепно? Конечно. Конечно. Ну, молодежь была там. Да я даже женился. Брали коньки и шли на коммунаровский этот стадион. На прокат давали? На прокат, заливали. Ну, для людей, как говорится, что-то делали. Сейчас. В футбол вы играли? В футбол нет. Я занимался академической греблей. А-а-а! На перерывах, перерывах. Перерывах, да. После тренировок. Так. Месты брали? доход я бы, конечно, поднял, но не сейчас. Меня заинтересовал этот заборчик. Сколько ему лет? Я даже не знаю. Оставинки голубые это вообще что-то. Идем дальше. Улица называется Урожайная. Запомните. Эти цветочки мне тоже заинтересовали. Что-то, наверное, из архитектуры. Красиво. Ну, говорил, буду снимать только красивое. Но мне это понравилось. А на улице находимся мы на улице Чапаева. Бывшая. Теперь это, говорят, Ласточкина. Была улица Чапаева, стала улица Ласточкиной. Типа того. Или Ласточкина. директор был Ласточкин. Без котов я не могу. Красавец. Без прописки, правда. Нелегал. Ну, это мне тоже нравится. Природа берет свое. Красиво. Вот такое название. Двойной улице. А это название вообще меня поражает. и партизанское, и Чапаева. Кого только нет. И столб такой, который видел, слышал очень много.